С августа по декабрь в пяти регионах России пройдут всероссийские соревнования по национальным видам спорта. Старт дали в нашей республике. Сегодня в Заволжье прошел кросс по пересеченной местности, посвященной памяти первой олимпийцы Чувашии Арделеона Игнатьева. В нем участвовали около 300 спортсменов из 16 регионов страны. В том, что бегу все возрасты, покорный убедился Арифат Фадкулин. Ощущение скорости и дух соперничества. Первыми на старт выходят юноши. Борьба жесткая, никто не хочет уступать. Спортсмены преодолевают крутые спуски и подъемы. Соревнуются бегуны сразу на нескольких дистанциях. Самый длинный забег – 3000 метров. Первым в кроссе на 500 метров финишировал 17-летний спортсмен из Удмуртии Илья Волосевич. Тяжело, такие дистанции, не бегаю. Случайно, можно сказать, отобрался. Никаких нет мыслей. Вот именно это. То, что мысли нет, когда бегаешь. Это и нравится. Бег сцепляет свободой. Природной скоростью меряются и ветераны спорта. Ольга Жданова на соревнования приехала из Воронежа. Мне 60 лет будет. Я занимаюсь, можно сказать, с детства. У меня 12 внуков, 5 детей я воспитала. И все спортсмены. У нас очень долгие, по 14 часов мы ехали на автобусе. Ой, нормально. Нам всем очень понравилось. Гостеприимный город. И вообще здорово. Здесь люди замечательные. Природный рельеф и песочная трасса делают формат забега более зрелищным и динамичным по сравнению с бегом на Манеже. Среди юниоров до 20 лет чуварская спортсменка Глафира Петрова из Ядринского района пришла второй. Было довольно необычно бежать. Я по пересеченной местности еще ни разу не бежала. Такие странные ощущения. Тут есть подъемы и спуски. Очень непривычно было бежать. Боялась упасть, споткнуться. Чувашия ворвалась в мировую элиту 67 лет назад. 19 июля 1952 года в столице Финляндии был Донстарт 15-м летним Олимпийским игром. В составе сборной Советского Союза и был уроженец деревни Новая Тедерякова Яльчикского района Ардальон Игнатьев. Очень приятно, что на родине известного олимпийского чемпиона Ардальона Игнатьева проводится ежегодное соревнование. Приятно видеть множество людей, что они занимаются легкой атлетикой, идут здоровый образ жизни. Он проложил дорогу на мировой уровень наших спортсменов. И в принципе он показал, что все возможно даже с глубокой чувашской деревни добиться таких результатов и выигрывать. Без обидных промахов на кроссе не обошлось. Для кого-то критическими стали секунды промедления на старте, кто-то упал на трассе. Но спорт есть спорт. Лучшими в нем становятся самые собранные, сильные и выносливые. Рифат Фадкулин, Валерий Рязюков, Республика.